Внимание! Данное видео может содержать сцены кровавого и жестокого насилия, пропаганду гомосексуализма, аклоголизма, табакокурения, финансовые пирамиды, нецензурные выражения и брань. Поэтому оно не предназначено для просмотра детьми и лицами с неуравновешенной нервной системой. Всем привет! С вами Готика и с вами Сократ. Не пожалей царского лайка, подпишись на канал, подпишись на группу, следи за новостями, все ссылки в описании. Вы знаете про Red Dead Redemption 2 или просто RDR. Новость о том, что игра выходит 5 ноября на ПК, уже сплыхнула интернет. И в этом видео я хотел бы с вами поговорить о том, стоит ли покупать Ultimate издание или ограничиться Special изданием. То, что до 22 числа вы можете получить две игры от Rockstar абсолютно бесплатно, это я упоминать не буду. Про то, какая графика, какие скрины вылили нам в это и так все прекрасно знаете. Я лишь выскажу свою позицию, имеет ли смысл переплачивать деньги и за что вы получите за эти деньги. В первую очередь хочется сказать, что Special издание нацелено на сюжетный контент. И ввиду этого, соответственно, содержит в себе некий DLC, кастомизацию персонажа, боевого коня и так далее, так далее. Здесь вам самому надо решить для себя, будете ли вы затачивать свой геймплей под онлайн. Если будете, в Ultimate издание вас ждет 50 золотых слитков, оружие на выбор, бесплатная первая конь и в принципе все. Что же это такое 50 золотых слитков? В Red Dead Online у игроков есть возможность покупать самые разные предметы. Еда, одежда, снаряжение для коня, оружие и многое другое. Все это можно приобрести непосредственно в самом мультиплеере внутри игры. Тем не менее, от сюжетного режима в Red Dead Online игроки могут расплачиваться за предметы при помощи двух валют. Валюта первая, самая обычная, это доллары. Игроки могут выполнять ряд заданий в игре, например, сюжетные, миссии, миссии незнакомцев или участвовать в соревновательных режимах серии противоборств, чтобы получать хрустящие купюры. Плюс можно еще заниматься продажей найденных предметов, например, туши, шкур животных. Вторая валюта, это золотые слитки, которые точно так же встречаются в Red Dead Redemption 2, но в мультиплеере они выполняют совершенно иную роль. В сюжетном режиме золотые слитки можно было находить в мире игры и продавать их скупщикам краденого. В Red Dead Online при помощи золотых слитков вы можете приобрести абсолютно любой товар, даже заблокированный для покупки от игрока из-за его низкого уровня. Что это все значит? Ну, в самом начале Red Dead Online вы можете покупать крайне малое, ограниченное даже, я бы сказал, количество предметов. Открывать новые уровни для своего персонажа вы получаете доступ к более широкому ассортименту предметов. Однако при помощи золотых слитков вы сможете проигнорировать все ограничения по уровню и купить практически все. Все, что вы захотите. Золотые самородки. Во время сессии в Red Dead Online вы, несомненно, заметите, что игра никогда не вознагражает вас целыми золотыми слитками за выполнение каких-либо задач. Вместо слитков вы будете получать так называемые золотые самородки. Собрав сотню золотых самородков, вы получите всего один золотой слиток. Никаких транзакций или обменов совершаться не будет. Все происходит автоматически. Самым эффективным способом заработка золотых слитков является участие в соревновательных режимах серии противоборств. Покупать какой-то отдельный внутриигровой контент, который можно приобрести только за эти слитки, такого, разумеется, нет. Все в игре вы можете добиться. Итак, это своего рода карты-акулы. То есть, если карты-акулы в GTA автоматически переводятся в доллары GTA, то золотые слитки не переводятся в доллары Red Dead. Таким образом, вы можете использовать сразу две валюты. Хорошо это или плохо, решать вам. Но стоимость 25 слитков в районе 500 рублей. Соответственно, приобретая ультимейты из Дания, вы получаете 50 слитков. Но это где-то плюс-минус 800-900 рублей. Таким образом, получается, что разница между спешл из Дания и ультимейт из Дания, вы получаете 50 слитков, которые можете так и так купить. Дополнительно к этому получаете оружие на выбор, кастомизацию персонажа, скины и так далее. То есть, это идет маленьким-маленьким бонусом. Покупать это или нет, решать опять же вам. Поговорим немного о возможностях игры. Мне кажется, что эта игра не нацелена на школьную и детскую аудиторию. И массовых детских воплей в чате мы не увидим. Потому что игра все-таки на ранг выше, чем просто гоночки и пострелушки. Это вдумчивый, проработанный мир Дикого Запада. Безусловно, Rockstar не забыл и о мини-играх. Здесь и азартные игры, домино, Blackjack, например. Спортивные мини-игры, рыбалка, охота. И мне очень нравится, что здесь это так проработано. Надо ухаживать за лошадью, надо ухаживать за оружием. Баллистика игры. В GTA самая отвратительная баллистика игры. Штурмовое оружие стреляет прямо в точку. Автоматическое оружие самое имбовое в игре. Опрессоры и, ну, короче, бог ты с ним. Вы и так все прекрасно это знаете. В Red Dead Online такого не будет. Что меня очень радует. Во-первых, эпоха того времени не подразумевает под собой наличие опрессора. И, соответственно, уже плюс. Что касается читов, накруток. Безусловно, они будут. Куда же без них. В любой онлайн игре, фактически в любой онлайн игре, есть читы, накрутки. Это бизнес. То бизнес, я потом расскажу в отдельном ролике про виды заработков непосредственно у читаков. Как это получается и так далее, и так далее. Ввиду этого хочется рассказать все-таки, какие Rockstar молодцы. Во-первых, детально проработанный мир. Каждый NPC в вашем лагере, я говорю сейчас про сюжетный режим, будет реагировать на ваше присутствие. Не как в тупые боты в Fallout'е. Поселенец 1 и Поселенец 2. Здравствуй, привет, Престон Гарви. Принеси, подай. А поселенцы ваши будут реагировать на ваши действия. Выполнили миссию, она прошла неудачно. Поселенцы выскажут свое мнение об этом. Навели идеальный грабеж. Поселенцы выскажутся и об этом. Они не просто раздают миссии. Они рассказывают истории. Это ваш боевой конь. Товарищ просто. Я не знаю, как это назвать. Самая удачная прорисовка. Самая удачная интерпретация лошади в игре. Ведьмак с платвой. И как же я люблю платву, но тем не менее. Как же здесь клево проработана лошадь. И движение, и спуг. Она может выкинуть вас из седла, услышав выстрелы. Ее надо гладить, причесывать, мыть и так далее, и так далее. Это гениально. Это круто. Как в Assassin's Creed проработка мира открытого. С башнями, достоверностью и так далее. Так и здесь проработка, как это правильно сказать, атмосферы. Проработка атмосферы Дикого Запада. С салунами, перестрелками, грабежом и так далее. Я очень надеюсь, что Rockstar не забросит этот проект и будет его развивать вместе с GTA Online. И Red Dead Online еще порадует нас множеством идеальных миссий. Ограблений, пострелушек, может быть свой бизнес. Не знаю, продавать табак или еще что-то. Было бы здорово. В целом, вам самим надо решить для себя, интересен ли вам замысел разработчиков с Диким Западом. Насколько вам актуальна эта атмосфера игровая. И решить, играть в это или нет. А вот покупать специальное издание или ультимейт издание, я думаю, что стоит ограничить себя именно специальным изданием, чтобы полностью открыть для себя весь сюжетный мир и понять его особенности и механики. Ну и безусловно, не прыгать за халявным первым золотом, за халявным легким фармом. Без гличей, без багов, добиваться все сам, как мы делаем своей бандой, это в GTA. Присоединяйся к нам в мире Дикого Запада. Все ссылки в описании. Спасибо, что просмотрели. Люблю, целую. С вами Готика, с вами Сократ Крис.